В день рождения Лиа Ахиджакову никто не поздравил. Российскую актрису театра и кино Лиа Ахиджакову практически никто не поздравил с 84-летием. Печально. 9 июля народная артистка России Лиа Ахиджакова отметила 84-й день рождения, но о этой дате великой актрисы мало кто вспомнил. Большинство ее коллег даже не заикнулись о этом событии. Ахиджаковой исполнилось 84, но вокруг дня рождения разгорелась гораздо большая шумиха. В день рождения Лиа Ахиджакову почти никто не поздравил. Конечно, нельзя сказать, что общественность совсем забыла о празднике Ахиджаковой. Так, именитая актриса получила поздравление от Владимира Мединского. Вы щедро наделены неиссякаемой творческой энергией, удивительным обаянием и неподражаемым артистизмом. Ваша работа – это всегда убедительная, искренняя, проникновенная актерская игра, которая трогает сердца и никогда не оставляет равнодушным. Не забыли о 84-летии Лиа Ахиджаковой, работнике театра «Современник». В нем любимица миллионов зрителей служит уже более 40 лет. Пресс-служба разместила на официальном сайте театра «Большой пост поздравления для звездной именинницы». Лия Меджидовна не отмечает свои дни рождения, выезжая из Москвы и не придавая широкой огласке даты и событий частной жизни. Это решение принадлежит ей, и мы, конечно же, уважаем и понимаем его. Поэтому вот так заочно весь «Современник» от всей души поздравляет своего дорогого друга и коллегу и желает огромного счастья, радости и здоровья. Но стоит отметить и тот факт, что друзья и коллеги Ахиджаковой могли поздравить ее с днем рождения при личной встрече. А поскольку сама актриса не любит выставлять на показ личную жизнь, они просто решили не афишировать этого. Отметим, что на днях Лия Ахиджакова прокомментировала слухи об увольнении из «Современника». Лия Ахиджакова заявила, что спектакли с ней не убрали из репертуара «Современника». Актриса Лия Ахиджакова прокомментировала слухи об увольнении из «Театра «Современник». Она заявила, что спектакли с ней не убирали из репертуара. артистка отметила, что у нее запланирована постановка на октябрь, а в настоящее время она играет в спектаклях «Первый хлеб» и «Игра в джинн». «Так что пока меня никто не убирал и, надеюсь, не собирается, все нормально», заключила Ахиджакова. «Отметим, в прошлом году она пожаловалась на травлю после скандала, вызванного спектаклем «Первый хлеб». Я неоднократно подвергалась проявлениям неприязни ко мне, но такого шквала еще не было. Я не знаю, по какому признаку меня выбрали мишенью», сказала Ахиджакова. До этого общественная организация «Офицеры России» обратилась за жалобами в Генпрокуратуру и Московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб». Постановку назвали предельно неуважительной. В частности, общественники указали на чрезмерное использование ненормативной лексики и неприкрытую пропаганду. После этого администрация «Современникова» брала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы. Продолжение следует...